Хей, всем здарова чумбы! На дворе новые месяцы это означает лишь одно, новое оформление Windows 10. И сегодня вас ждет относительно простое, но боженьки, какая сасная оформление, без программ. Ну, почти без программ. Софт, который все-таки покажу, совершенно не будет влиять на производительность вашего тостера, так что не беспокойтесь. Также очень важно, досматривайте этот ролик до конца, потому что там вас ожидает очень горячая новость, особенно для любителей кастомизации. И баблишка. Ладно, погнали к делу. Если кому-то это интересно, оформление делаю на версии Windows 10 20 H2, без понятия, насколько вам полезна эта информация. Но скажу так, это оформление будет еще долго актуально на разных версиях Windows 10, и новых, и старых. Что же, свою кастомизацию я начну с пуска. Как можете заметить, я уже удалил все стандартные и ненужные плитки из пуска. Теперь стоит задача добавить только те приложения, которые прямо всегда нужны. До этого кликаем по кем по нужному приложению и закрепить на начальном экране. В общем, вот это и есть нужные мне программы. Надо бы их отсортировать. Ну да, вот так сойдет. И погоду нужно сделать на две плитки. И вот как бы пуск как пуск, ничего такого. Но вот сейчас мы сделаем из него пушку. Скачайте из описания данный архив. Советую распаковать все файлы из сегодняшнего видео на каком-то из дисков. В специальные папки, которые мы создадим для этого оформления. Что же, в папке Start Icons находится икоизображение, которое я поставлю на приложение в своем пуске. Их я, конечно же, сделал заранее. Это заняло довольно много времени. Даже учитывая, что тут не так уж и много иконок. Но поиск логотипов, фона и все это, ну в общем, да. Просто поставьте лайк за это. Также есть папка с PNG. Ну и PSD файл. Чтобы вы с помощью фотошопа создали себе нужные иконки. Быстренько объясню вам, как это делается. Но чуть позже. У меня сейчас время отдыха. Что же, для вас прошло минуты две видеоролика. Для меня целый час монтажа. Пора чуть убавить темп и отдохнуть от этого, а то мозг выкипит к чертям. Пойду-ка я прилягу и поиграю в Perfect World Mobile. Чего вы так смотрите, ребят? Вам что, тоже интересно, что это за мобильная игра? Ну ёу, чуваки, я же хотел просто спокойно поиграть. Не до этого. Ну, ну... Ладненько, быстро иду вас в курс дела. Perfect World Mobile это проложение популярной MMORPG, которое сейчас доступно на Android и iOS. Старички, вы тут? Игра начинается с создания персонажа. И на выбор доступны три расы. Люди, Заморфы и Сиды. Не буду вдаваться в подробности, но я выбрал Заморфы. Даже не догадайтесь, по какой причине. Да, своего персонажа можно очень тонко настроить. Ну и после этого можете зайти в мир Perfect World, где вас ожидает интересный сюжет. Дополнительные квесты, ПВЕ и ПВП сражения на земле, в воздухе и под водой. Также разные занятия, что разбросаны по всему миру. И да, самое важное, в Perfect World Mobile можно жениться и нести свой пирожочек на руках. Надеюсь, хоть в этом мире мне фортанёт в этом плане. Ну и парочка плюсов этой игры, которые я для себя подметил. Мне как новичку было легко освоиться благодаря понятному интерфейсу и системе обучения. Присутствует хорошая русская локализация. Возможность настроить графику, чтобы игра плавно шла. Даже на моём слабом кирпиче. Плюс ещё и цветовую палитру можно изменить. Ну и конечно интересный сюжет и огромный мир с куча активностей для прокачки персонажа. А, ну ещё новое крутое обновление под названием Убийца, которое добавила к моей расе, ну то есть Заморфы, новый класс под названием Убийца. Ну я бы сказал Крэсэвчики-Убийцы. Этот класс понравится тем, кто любит играть скрытно и наносить моментальные криты. Так что, Чумба, если у вас есть желание присоединиться ко мне в этом мире, то скачивайте Perfect World Mobile по ссылочке в описании. А я пойду-ка поиграю дальше. Да блин, вы что, издеваетесь что ли? Вернёмся к фотошопу. В пассадешке вы найдёте все иконки, что я создал. Сделайте копию уже существующей папки. Переменуйте под название программы. Для примера пусть будет Майнкрафт. Переменуйте также текст на иконке. Ссылку на шрифт, если что, оставлю в описании. Добавьте за натофон по тематике иконки. Можете чуть уменьшить ему opacity. Также найдите логотип приложения. Или что-то связанное в этом же духе. Логотип расположите между этими линиями. Накиньте на него белый цвет. Удалите лишнее. Ну и поменяйте цвет свечения. Далее сделайте быстрый экспорт изображения в папку PNG. Следом откройте этот сайт-конвертер. Выберите формат ICO. Добавьте все разрешения. Далее добавьте само изображение из папки PNG. Скачайте иконку. И скопируйте ее в папку ICO. Ну и все готово. Теперь нас было время поменять эти иконки в самом пуске. Для этого нам понадобится данная софтина. Вкратце. Какая там у меня первое приложение. Яндекс браузер. Окей. Пишем здесь Яндекс. Выбираем программу. Кликаем здесь дважды. Далее обзор. Скопируем путь к папке ICO. Вставим здесь. Выберем нужную иконку. Выберем ее вот здесь. И окей. Выключим текст на плитке. И кликаем поизменить плитку. И па-бам. Магия вне Хогвартса. Только бы тсс. Что же. Надеюсь принцип работы вам понятен. Так что меняем иконки и на остальные программы. Господи боженьки мой. Как же сас на это смотрится. Чтобы стало еще лучше. Мой небольшой совет. Откройте персонализацию. Пуск. И отключите показать список приложений. Теперь пуск будет смотреться проще. Остальные приложения можно посмотреть нажав по этой иконке. Можете для примера также включить показать больше плиток. И по горизонтали будет доступна еще одна плитка. Или поменять форму пуска вот таким образом. Теперь еще один ряд будет доступен по вертикали. Я же все таки придержусь своей тактики. И на этом топовый пуск готов. Можешь похвастаться друзьям. А я пока приступлю к следующему этапу. Настройка панели задач. Что же в папке что мы создали для этого оформления. Создадим еще одну папку под названием Dog Icons. Далее уже в ней создадите папку 1. И в нее закиньте ярлык этот компьютер. Корзина. И я еще например добавлю браузер. Следом кликаем пакаем по панели задач. Убираем закреп. Теперь идем в панели. И создать панель инструментов. И вот сейчас нам придется выбрать ту самую папку номер 1. Справа на панели задач появится новая панель. Передвиньте ее немножко. Кликаем пакаем по этой панели. Отключите показать подписи и заголовок. И также по желанию можете сделать виды иконок больше. Ну и теперь расположите эту панель максимально влево. А панель открытых программ в притирку с этой. И конечно не забудьте закрепить панель обратно. Что меня сейчас раздражает. Это то что иконки смотрятся стрёмно и неуместно на панели задач. Если вас это тоже раздражает. То можете зайти на мой дискорд сервер. И скачать какой нибудь пак иконок. Желательно конечно чтобы в паке были иконки формата ика. К пример мои любимые lumicans. Распакуйте иконки в папку dock icons. Ну или где вам удобно. Главное потом не удалить. Иначе они исчезнут с ярлыков. Скопируем путь к иконкам. И вернемся к нашим ярлыкам. Откройте свойства ярлыка. Сменить значок. И далее просто найдите необходимую иконку. Если она конечно в этом паке и есть. Вот к сожалению не было значка яндекс. Поэтому поставил иконку эджа. Ну тоже неплохо. Теперь открепите все лишние иконки с панели задач. Ну и напоследок откроем параметры панели задач. И во первых я поставлю панель задач сверху. Потому что мне так удобнее. И группировку иконок выберу при переполнении. Ну так гораздо проще нажимать по открытым вкладкам. Ну и на этом с панелью задач покончено. А и кстати. Чтобы убрать ярлык корзины и мой компьютер с рабочего стола. Откройте вкладку темы что находится в персонализации. Параметры значков. И просто здесь уберите галочки. Ладно погнали к следующему пункту. А именно обои. Что же для такого красочного пуска как у меня. Я нашел не менее красочный обои с Риком и Морти. Которые конечно же распакуйте в папку нашего сегодняшнего оформления. Что же я оставил две версии фона. Дневное и ночное. Чтобы ваши глазки не болели. И это все крутое. Но было бы еще круче если обои автоматически менялись. В зависимости от времени суток. Но вы понимаете к чему я намекаю. Сейчас этим и займемся. Для этого нам понадобится данный скрипт. Что я сделал заранее. Также я оставил здесь два блокнота. Чтобы вы тоже смогли создать свой скрипт. Для первой понадобится только две пикчи. Типы день и ночь. А для второй от 4 до 8 изображений. То есть рассвет, день, закат и ночь. То есть в моем случае мне понадобилось двухсегментное. Обязательно кстати чтобы изображение было одно и то же название. Исключительно чтобы цифры различались. Так как в скрипте нужно указать название изображения. И вместо цифр указать звездочку. Ну и конечно про формат изображения не забудьте. А далее просто кликните сохранить как. Дайте любое название. Плюс точка джейсон. И скрипт готов. Важно кстати чтобы скрипт находился в папке с изображениями. Такс. Ну и чтобы задействовать данный скрипт. Нам потребуется установить программу WinDynamicDextap. Запустите. Выберите язык. Далее советую выбрать третий пункт. И поставить ваше время рассвета и заката. И окей. Что же в программе вы можете увидеть небольшую библиотеку обоях. Но мне это не интересно. Поэтому кликаю поимпортировать из файла. Найду тот самый скрипт. Выберу его. Ну вот и готово. Сейчас просто необходимо кликнуть поприменить. Обои стали светлыми. Это и логично. Ведь у меня сейчас день. Ну и с этим тоже разобрались. Так что погнали дальше. Лично мне совершенно не нравится стиль иконок в проводнике Windows. Они уже более пяти лет никак не видоизменяются. И это однобразие выбешивает. Решить это можно следующим архивом. Что вы также можете скачать из описания. Распакуйте папку сами уже знаете где. Запустите эту программу. Скопируйте его местонахождение. В программе кликните по Ada Custom Pack. Вставьте путь что скопировали. И выберите этот архив. Далее клик по Start Patching. Процесс смены иконок займет некоторое время. И после установки придется перезагрузить систему. Что же вот и они. Новые иконочки на все возможные типы файлов. И да, все это никак не станет влиять в плане нагрузки на Windows. А и так же я подумал убрать кнопку поиска с панели задач. С маленькой панелью задач это еще более-менее смотрелось. А вот с большой как-то не очень. Ну а последний этап на сегодня. Это установка кастомного курсора. Как обычно самые крутые курсоры можно скачать на моем дискорд сервере. А спонсорам моего канала доступен чат эксклюзив. С платным контентом. В том числе и курсоры. Как скачали нужный курсор. Папку скиньте на рабочий стол. Выберите нужный размер курсора. И так же установите нужный вам цвет курсора. Чтобы поставить курсор, в поиск Windows пишем просто мышь. Откроем его параметры и дополнительные. Указатель. И вот уже здесь будут находиться все ваши темы для курсора. Ну и на этой ноте. Это довольно простое и легкое в плане нагрузки оформление. Готово. Топово конечно же смотрится пуск. Это что-то новенькое для меня. А вот остальные элементы уже скорее всего всем уже привычным. Не хочу дальше ролик растягивать восстановлением изначального облика Windows. Так что и это я подробно распишу в закрепленном комментарии под этим видео. Ну и это все что я хотел добавить. Что же о какой новости я говорил в начале. Как вы уже поняли у меня есть свой дискорд сервера. Который в основном посвящен Windows и его оформлению. В общем скоро там юбилей. 20 тысяч мать твою участников. И на этот счет мы с командой Secret Link решили устроить вам конкурс-эвент. По сути не первый раз такое происходит на моем сервере. Вкратце конкурс будет состоять в том, чтобы сделать самый крутой рабочий стол по разным тематикам. Поподробнее уже в знаете при анонсе самого ивента к 20к. А вот по призам конечно же будут денюжки. Главный мотиватор человека как-никак. Ну и еще там приватные роли и все в этом духе. Короче если вам это интересно, то залетайте на сервак и ожидайте новости. Ну а по ролику надеюсь он вам понравился. Поэтому влепите лайк, напишите комментарий. И если впервые меня видите, то обязательно подпишитесь на мой замечательный канал. А с вами был Офишел. Скажу вам по секрету очень великие слова. Не проявите время зря. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok